Приветствую вас. Я, если честно, думаю, что сначала вам нужно разобраться со своими страхами вообще. То есть страх обмана, измен, да? Вот. Освободиться от этого. То есть скректировать свой внутренний мир и решить свои проблемы, да? Психологически. Раскрыть свой страх. Свои страхи, точнее, раскрыть. И уже после этого решать, что вам делать в отношениях. Потому что, ну, понимаете, то есть вот, то, что вы себя накручиваете, да, это результат именно страха. И то, как вы себя ведете, я правильно сказал мой коллега, что это больше позиция жертвы. И треугольника кармана. То есть это не принятие на себя личной ответственности за то, что вы делаете, за ваши чувства, за ваши желания и так далее. Понимаете? Такая история. Такая история. Так вот, вы пишите, что, значит, четыре года встречалась с парнем. Последний год был просто ужасный. Столько лжи и измен, которые я подозревала, тут вот непонятно, да? То есть если вы видите ложь, если вы видите измены, то для чего вы с этим мужчиной тогда в отношениях находились? С какой целью терпели? Вот. А значит, по смс послал нам другу, что вы видели с кем-то, а он в ответ на мои претензии придумал очередную хитроумную ложь. То есть, знаете, претензии, это уже цель поменять человека, Алена. То есть, когда вы предъявляете человеку претензии, это уже попытка его поменять, попытка его изменить. То есть, вы хотели изменить своего мужчину, при том, что в своем поведении вы ничего не меняли, видимо. То есть, три года у вас отношения с парнем, грубо говоря, были нормальными, были хорошими, были адекватными. Потом начались проблемы, но вместо того, чтобы посмотреть на себя, на свои 50% ответственности, которые вы несете в отношениях, вы начали предъявлять претензии парнем. Почему? Потому что вас это задевало. А чем вас это задевало? Тем, что вас били комплексы по поводу весов. А комплексы откуда? От стыда. А стыд откуда? Сравнивать себя с другими. А сравнивать себя с другими вас могли научить только родители. Вот, соответственно, отсюда все идет. Дальше. Значит, он говорил, что я накручиваю и эстириваю. Все закончилось тем, что я действительно вела себя как эстиричка и хотела доказать, что я не придумываю и не накручиваю ничего. А вот для чего вы хотели доказать Алина? Зачем вы хотели доказать, что вы не эстиричка? Кому вы пытались доказать? То есть, опять же, понимаете, если вы в своем детстве, да, вот в том же, например, четвертом классе, не пытались кому-то что-то доказать, например, не пытались что-то доказать своим родителям, допустим, то вы бы не пытались доказать молодому человеку, а ничего. То есть, вы бы просто верили себе, вот, я считаю, что ты мне изменяешь. Извини, но такие отношения меня не устраивают. Все. И вы растаетесь, но вы пытаетесь доказать, и вы делаете это для себя. Потому что вы как-то чувствовали себя хуже, если вы не доказали кому-то. И вы думали, считали, что будете чувствовать себя лучше, если вы будете что-то наоборот доказывать кому-то. Вот. То есть, знаете, то, что вы вели себя как историческое отношение с Ким Паном, это, опять же, ваш выбор. Вы выбрали это. Почему? Для чего? Для чего? Каким желанием следовали? Что хотели доказать и зачем? Это очень другая история. Понимаете? То есть, если вы хотели доказать ему, что вот, то, что вы говорите, это брата, значит, вы сомневаетесь в себе, вы сомневаетесь, не доверяете себя. Не доверяете своим чувствам, своей энтуистии, например. То есть, ставите под сомнение, то есть, обесцениваете. Это, опять же, идет из семьи. Вот. И, ну, тут, как бы, я думаю, и когнитивная, с одной стороны, терапия поможет, да, коррекция поведения. И, другой, страшная проработка детско-родительских отношений и освобождение, соответственно, от влияния родителей на вас. Дальше. Так. Эти отношения сильно повлияли на мою самооценку. Как? Считаю себя жадя, считаю себя привлекательной девушкой, но что-то по одиннадцатый класс боролась с лишним весом. Опять же, лишний вес, да, как правило, возникает, когда человек пытается подсознательно защититься. То есть, вы пытались от чего-то защититься, вы не чувствовали себя в безопасности. И в отношениях с человеком, с парнем, с которым вы были четыре года, вы тоже себя не чувствовали в безопасности. Знаете, видимо, вот над вашей потребностью в безопасности и над тем, как эту потребность можно удовлетворить. И стоит подумать. Дальше. Видимо, это еще больше подкрепило мои комплексы. Согласен, но комплексы были изначальные и с ними нужно работать. Сейчас для в отношениях с другим человеком вместе полтора года не было никаких ссор и проблем, даже наоборот. Вот если вы сейчас им как мужчины, внешность, интеллект, парталмия, прекрасная работа, одинаковые вкусы в книгах, музыке и фильмах. Ну, вы знаете, то, что вы перечислили, я верю, что это действительно ваш идеал мужчины, но я не увидел ни одного условия для духовной близости между вами. То есть, вы ничего не говорите ни про его отношения к вам, ни про свои ощущения с ним и так далее. А восхищение, восхищение это идеализация. Идеализация, она может пройти. За идеализацией всегда следует обесценивание. Чем сильнее человек идеализирует, тем сильнее его потом обесценивает. Просто мужчина моя мечта. Ну, соответственно, опять же, да, вы его идеализируете. То есть, идеализация означает, что вы не принимаете человека не идеальным. Есть один минус, импульсивный, вспыльчивый, быстро дыханул и быстро пошел. Почему вы считаете, что это минус? Ну, вот, почему вы считаете, что это минус? Не думали ли вы о том, что этот минус позволяет ему быть с вами, тем, кто он есть? Как этот минус задевает лично вас? Это очень часто именно, это очень часто именно в мой адрес бывают крики и маты. Особенно, если человек еще и злоупотребляет алкоголь. Да? Как я понял. Хорошо. Здесь момент, момента два. Первый момент. Как вас задевают его крики? Маты, да? Это первое. Второе. По поводу чего крики и маты? То есть, что конкретно ему не нравится, да? Это нужно обсуждать, а не извини и прости. То есть, даже как претензии, то есть, нужно менять свое поведение. Нужно смотреть, чем партнер не удовлетворен. Значит, понятно, да? Чем вас задевают его крики и маты? По поводу чего крики и маты? Что произошло в последние два-три месяца? Какие изменения произошли в ваших отношениях? Я уверен, что это случилось. Вот. И самое главное. Считаете ли вы, что, значит, по отношению к вам можно себя так вести? То есть, допускаете ли вы без вреда себе такое отношение? Если это вред, то в чем вред? Вред не может быть в том, что вас задевают. Вред не может быть в том, что это вызывает ваши негативные, у вас негативные мысли о себе. Вред в этом быть не может. Вред может быть в другом. То есть, вы считаете, что так по отношению к вам вести себя нельзя и четко говорить об этом мужчинам. Значит, потом извиняется. Извинения ничего не дают. При откровенном разговоре говорит, что я постоянно себя накручиваю и проецирую бывшие отношения на наши. И выводит, и его выводит из себя. Мои подозрения обвиняют тем более не обоснованные. А вы считаете, что это нормально подозревать своего мужчину? То есть, вы же об этом ничего не пишете, да? Там, что вы настоящего мужчину, что вы его подозреваете постоянно в измене и так далее. Может быть, это правда, что вы не закончили те отношения, вот, которые у вас были. И, соответственно, не закончив их, вы перешли в это, в новые. Не разобрались со своим страхом. При последних стычкам сказал, что безумно любит меняться. Она лучше, что было в его жизни. Собирается делать предложения, поэтому считаю, что нужно признить этот вопрос. Какой вопрос? Если я буду продолжать накручивать, то лучше раздаться сейчас. Это он прав. В этом он прав. Я его безумно люблю, не знаю, что делать. А как ваша любовь проявляется? То есть, что вы вкладываете в понятие любви? Как вы реализуете ее любовь? Не знаете, что делать, чтобы что? Что? Осознаю свою ошибку после конфликта. Какую ошибку? Какую ошибку? Насчет того, что он позволяет собирать на меня материться или дергать плечо, локоть, говорить, что я его вынуждаю, то он так и будет делать, если я его буду доводить. Но здесь, к сожалению, у мужчины отсутствуют личные границы. То есть, он агрессор, а вы, соответственно, ему уступаете. Вот. Это такая вот схема отношений агрессор, уступчивый человек. И вам нужно устраивать свои границы. То есть, четко, четко, с помощью поддержки психолога, говорить, что вне зависимости от того, что я делаю, ты не должен так себя вести. Ты не имеешь права так себя вести. Не потому что меня это задевает, но это неплохо. Не потому что это вызывает во мне негативные мысли, а потому что я считаю, что по отношению к человеку к женщине так мужчина себя вести не может ни до каких условий. Или вы считаете, что это допустимо. То есть, опирайтесь на свой собственный взгляд в этой ситуации. И вот я считаю, что в зависимости от того, ну, какой человек, да, и пороги допустимого, предел допустимого, возможно, в принципе, всё. То есть, ну, возможно такие вещи. Они нежелательны, но возможно. Вот. Не знаю, что делать дальше. Опять же, что делать, чтобы что. Я понимаю твою ошибку, но теперь понимаю, ээээ, теперь помимо этого страха, понимаю твою проблему. Проблему какую? Эээ, теперь помимо этого страха, обмана и измен, помимо этого страха того, чтобы поднять руку. Потому что он не может себя защитить, защитить. Опять же, безопасность. Знаете, безопасность – это правила, которые человек дам для себя устанавливать. У вас этих правил нет. Правда, возможно, их не было в семье. Возможно, в семье вам запрещали категорически говорить «нет». И всё-таки вас подавляли. Вот, соответственно, такая история и происходит. Раскрыть то, что было подавлено. Установить личные границы. Раскрыть ваши страхи измены и обмана. А страх измены и обмана – это личностная проблема. То есть, проблема собственной реализации, доверия себе, собственной значимости и так далее. И тогда проблема ведёт сама собой. И одновременно с этим, мужчины, ну, как бы, между вами и мужчиной должны быть построены в чёткие личные границы. Что можно, а что нельзя. Вы пишите. Не могу разобраться с тем, как предстать накручивать и нормально ли его реакция от вспышкой ярости. Нормально это по отношению к кому? Так вообще, вспышка ярости с точки зрения психологии ненормально. С точки зрения психологии это означает, с его стороны, опять же, подавленные эмоции. То есть, человек не может выражать свои эмоции адекватные, он выражает их через вспышки ярости. С точки зрения психологии это ненормально. Если вас в пышке ярости задевать не будут, и вы в свободном представлении, значит, будете считать, что, в принципе, такое можно, ну, такое допустимое. Если вас это не будет задевать, вообще никак вредить не будет, то это нормально. Если вы считаете, что мужчина по отношению к женщине вести себя так не должен, то, соответственно, это уже вам решать, это ваш выбор. Что касается того, чтобы вы достав себя накручивать, то нужно не избавляться от этого, а нужно увидеть, что это реальная проблема стоит в корне того, что вы себя накручиваете. То есть, вы накручиваете потому что есть реальная проблема, вам все пытаются доказать, что реальной проблемы нет. Вы, действительно, боитесь измененные обманы, и измененные обманы действительно могут произойти. Но вопрос в том, что это значит для вас? Отношения – это всегда риск, отношения – это всегда литерея, отношения – это всегда нестабильность и нужно полагаться на себя. Вы же боитесь обмана и измены, потому что на себя не полагаете. Соответственно, обретение большего контакта с собой и гармонии с собой позволит вам меньше бояться измены и страха. То есть страх – это сигнал о том, чего вы хотите и что вы не удовлетворяете в себе. Понимаете, о чем идет речь? Вот, примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку «Будрот Памоч». Посмотрите в интернете игру «Разве это не ужасно?» Игру «Всё из-за него?» «Всё из-за тебя?» «Всё из-за тебя?» «Психологическая игра?» «Всё из-за тебя?» «Психологическая игра?» Попался в «Sukenstein». Вот эти вот три игры посмотрите в интернете. Я полагаю, что вам это очень будет полезно. Вот. Уже основы на них, я полагаю, можно будет строить какую-то стратегию психотерапии для вас. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Идея детям. Продолжение следует...